здравствуйте сегодня вас приветствую вот таким красивым букетом и хочу сказать что сегодня мы с вами будем квасить а я я о чем это вы подумали мы сегодня с вами будем квасить помидоры и я уже сходила и нарвала у меня два ведерка из пищевого пластмасса большое ведерко на 6 литров сюда поместилось плюс минус 2 и 8 килограмма помидоров помидоры сюда покрупнее отобрала второе ведерко поменьше на три с половиной литра сюда поместилась плюс минус килограмма 700 помидоров вот и приготовила все что для этого нам еще потребуется листья хрена листья вишни листья смородины петрушка зеленая укроп а также горький перец чеснок перец душистый горошком перед черный горошком еще потребуется соль сахар и сухая горчица скажите столько всего перечислила что если это заложить ведерко помидоры уже не поместятся по традиции помощница у меня уже есть пусть к спит так что начинаем все помыла что надо порезала укроп порезала листья хрена петрушку перечисляла а лавровый лист забыл вот еще лаврушку использую и вместо свежего горького перца добавлю вот нашла два стрючка горького высушенного перца чили для верности чтобы уже было горько так горько и теперь что делаю теперь эти ведерки заполняю водой обычной водой эту воду сливаю и узнаю объем будущего маринада делаю для того чтобы точно и правильно рассчитать количество сахара и количество соли потом мою ведерко мою помидоры и все закладываем на дно ведерко положила все что перечисляла раньше и укладываю помидоры рядами это у меня уже второй ряд помидоров сверху положила не жалея и хрен и укроп и вот еще хрена добавлю и листья вишни примут обильно листья вишни добавляем не жалеем листьев много листьев смородины смородина вообще очень душистая это для и для аромата и для упругости очень хорошо горький перец уже положила перец посыпем душистый перец чеснока добавим петрушки добавим сверху вот так вот прям не жалея посыпем все и теперь укладываем следующий слой помидоров аккуратненько выкладываем следующий слой помидоров и так дальше помидоров я положила столько чтобы у меня потом еще поместила сюда наверх тарелка и потом все это дело закрыли крышкой то есть помидоры мы накладываем не до самого верха и сейчас все равно я еще буду вот в эти промежуточки добавлять обязательно и хрен и петрушку и листья там где можно и укроп помидоры я уложила не до самого верха и теперь буду заливать рассолом для рассола взяла у соседки колодезную питьевую воду водопроводную хлорированную воду использовать нельзя рассол приготовила из расчета на 1 литр воды 2 столовые ложки соли 1 столовая ложка сахара поскольку я вначале вам говорила что я измерила свой объем воды который мне нужен у меня получилось примерно 2 и 4 литра поэтому я взяла почти 5 столовых ложек соли и 2 с половиной ложки сахара все это хорошо перемешала и сейчас буду выливать ведерко опять же не до самого верха рассол у меня еще немножко остался смотрите как я налила я чуть-чуть придавливаю у меня все помидорки в рассоле вот столько надо налить воды дальше я делаю вот что всю поверхность все мои помидоры очень плотно закрываю листьями хрена даже в два слоя листья хрена укладывать и делаю вот такой бордюрчик что лист хрена даже выше края бетончика для чего я это делаю вот очень плотно уложил у меня тут даже три слоя хрена у нас будет идти процесс брожения будут образовываться кисломолочные бактерии и чтобы не было плесени вот мы сейчас сверху на этот лист хрена выложим сухую горчицу вот так у меня получилось теперь сверху накрываю тарелкой и аккуратно закрываю крышкой сейчас покажу наденную покажу крышка села очень хорошо плотно и донышко тарелки с крышкой соприкасается прям очень жестко вот и все помидоры мы заквасили теперь можно относить в погреб какое тяжеленное ведро просто чудо посмотрите какие красивые у нас помидоры ведерки какими они будут вкусными потом даже не сомневайтесь то же самое таким же образом сейчас закваши помидоры и маленькая ведерко а сколько ждать я думаю месяц а там уже у кого насколько хватит терпения по образу и подобию готовы у меня уже и маленькая ведерко которая на три с половиной литра рассолы сюда потребуется полтора литра теперь укладываю листья смородины у меня остались сверху вишни и укроп заливаю рассолом пропорции соли сахара все те же о которых я уже говорила плотно укладываю листья хрена и сверху засыпаю горчицей дёрка поменьше так накрыла просто листом хрена большую лист хрена было сейчас выложу сюда горчицу выложила горчицу положила блюдечко чайная и накрываю крышкой крышка тоже сел очень плотно и вот такие красивые помидоры у нас будут кваситься вот такая красота у нас получилось всем кто со мной сегодня квасил помидоры говорю спасибо и желаю вам всем доброго здоровья хорошего настроения хороших заготовок на зиму и будьте счастливы до встречи и и и и и